Эта ночь была самой ужасной из всех, которые мы когда-либо видели. Хаотичные выстрелы в кромешной темноте на черном болоте, крики раненых и умирающих, раздавленных челюстями огромных рептилий превратились в какафонию ада, которая редко происходит на земле. На рассвете прилетели стервятники, чтобы убрать то, что оставили крокодилы. Из более чем тысячи японских солдат, ушедших на болото Рамри, только около 20 выжили и были взяты в плен. Именно так описывал ужасное событие ночи участник битвы Брюс Стэнли Райт. Эта история произошла зимой 1945 года, когда японские союзники Гитлера еще проводили контрнаступления на всех стратегических позициях, включая Юго-Западный фронт. Его ключевым территориальным звеном была дальнобойная артиллерийская база на возвышенности Юхан. Именно оттуда совершались наиболее удачные атаки на английские десантные суда. Когда объект был раскрыт англо-американской военной разведкой, его уничтожение было обозначено среди пяти наиболее приоритетных задач для 7-й оперативно-десантной эскадры королевских ВМС Великобритании. Для защиты базы японское командование отправило на остров лучшее спецподразделение армии – диверсионный корпус номер один, считавшийся непревзойденным для отражения атак мобильной пехоты. Командир английского десантного батальона Эндрю Уайретт оказался очень хитрым и находчивым офицером. Он послал разведгруппу вглубь острова, где были труднопроходимые мангровые болота, и узнав, что они просто кишат огромными грибнистыми крокодилами, принял решение во что бы то ни стало заманить туда неприятельский отряд. Обмундирование и вооружение ВМС Англии не было предназначено для прохождения болот, в отличие от японцев, которые оснащены специальными костюмами и приличным арсеналом холодного оружия. И подобное решение могло привести к краху, но командир был уверен и не отступал от своего плана, ответив одному из солдат в полушутливом стиле «Доверься мне и будешь жить». Расчет был потрясающим по своей тактической проработке. После того, как путем позиционных боев японский отряд был выведен в самую глубь болота, чему, кстати, японские офицеры только и обрадовались, думая, что здесь они получат преимущество, Уэрот приказал постепенно отступать к береговой линии, в конечном итоге оставив на передовой лишь небольшой отряд под прикрытием артиллерии. Через несколько минут наблюдавшие в бинокль английские офицеры стали свидетелями странного представления. Несмотря на временное затишье в атаках, японские солдаты один за другим стали падать в мутную болотную жижу. Японцам очень не повезло попасть в западню мангровых болот. Там темно и днем, и ночью, акры густого непроходимого леса, много миллионов глубокой черной грязи, комаров, скорпионов, мух и миллиард неизвестных насекомых. И, что хуже всего, крокодилов. Вскоре японский отряд вовсе перестал оказывать сопротивление своим военным противникам. Еще стоявшие на ногах бойцы подбегали к упавшим и пытались их откуда-то вытащить. Затем тоже падали и впадали в такие же эпилептические судороги. Эндрю приказал отступить авангарскому отряду, хотя встретил возражения коллег-офицеров, мол, надо же добивать гадов. Следующие два часа англичане, находясь на холме, спокойно наблюдали, как стремительно тает мощная, отлично вооруженная японская армия. В результате лучший диверсионный полк, состоявший из 1215 отборных опытных солдат, неоднократно побеждавших значительно превосходящие силы противника, за что в свое время были врагами прозваны как смерч, был заживо сожран крокодилами. Оставшиеся 20 солдат, сумевшие убежать из смертельных западней челюстей, были благополучно схвачены в плен англичанами. Книга канадского натуралиста Брюса Стэнли Райта «Очевидца событий бывшего солдата британской армии» до сих пор вызывает горячие споры. Есть ученые, подтверждающие изложенные факты, но есть и те, кто их оспаривает. Швейцарский биолог Шарль Альберт Вальтер Гугисберг говорил, что большинство японцев погибло в зубах крокодилов, и лишь некоторые погибли от огнестрельных ран. Ассоциация участников боевых действий также подтверждает все, что написано канадским натуралистам. А издатели книги рекордов Гиннеса взяли информацию из книги Стэнли Райта как основу для утверждения факта гибели наибольшего количества людей от атаки животных. Уважаемый британский историк Фрэнсер Джеймс Маклин в своей книге «Бирманская компания от разгрома к триумфу» скептически отзывается о ситуации с крокодилами. Он небезосновательно отмечает, что такое количество крокодилов, которые описывают очевидцы, просто не выживет в мангровых болотах по причине голода. Если эти самые тысячи крокодилов были вовлечены в резню, как в каком-то городском мифе, каким образом эти свирепые монстры выживали здесь раньше? И как они выживут после этого нападения? Экосистема мангровых болот скудна на крупных млекопитающих и просто бы не позволила существовать такому количеству огромных ящеров до прихода японцев. Животные, если что, не исключение законов перенаселения голода. Замечу, что по специфике питания крокодилы не обязательно съедают жертву, а прячут несъеденные остатки добычи про запас. Кроме этого, съедают они за один раз довольно много, до 23% от своего веса, что при весе 300 кг составляет 69 кг. То есть один взрослый крокодил спокойно может съесть одного человека и еще нескольких убить про запас. При этом известно, что крокодилы могут обходиться без пищи до года, поэтому нет ничего удивительного в том, что около 200 крокодилов истребили 500-600 солдат. Конечно, тысяча крокодилов – это фантастическое число, но солдаты не считали рептилией. Эта цифра более чем субъективная, навеянная ужасами мангровых болот. Большой вклад в прояснение истории внес ученый Стивен Платт. Ему удалось отыскать реальных очевидцев событий. Им на 2000 год был от 67 до 86 лет. И они были в том месте и видели произошедшее в тот день собственными глазами. Большинство из них утверждают, крокодилы действительно нападали на людей, но погибло от их клыков не более трети японцев. Большинство же умерли от болезней, дизентерии, малярии и другие инфекции, голода, обезвоживания, укусов ядовитых насекомых, змей, а честь солдат и вовсе были застрелены. В процессе изучения документальных источников напрашивается вывод о сильном преувеличении роли крокодила в смерти отряда из 1000 японских солдат. В своем докладе «Крокодилы-людоеды. Нападение на острове Рамри» авторы отмечают отсутствие достаточного количества доказательств по данной теме. Эксперты вообще сомневаются, был ли канадский натуралист Стэнли Райт лично на месте трагедии в тот промежуток времени или все же написал книгу по рассказам местных жителей. Так до сих пор и неясно, является ли трагедия с крокодилами мифом Второй мировой войны или же это реальные события. Очевидно, правда, где-то посередине. Грибнистый крокодил до сих пор считается самым опасным и самым агрессивным хищником на планете Земля. У берегов Австралии именно от нападения грибнистых крокодилов гибнет больше людей, чем от нападения большой белой акулы, которая по ошибке в народе считается наиболее опасным животным. Этот вид рептилии обладает сильнейшим укусом в животном мире, крупные особи могут кусать силой свыше 2500 кг. В одном случае зафиксированном в Индонезии суфольский жеребец, весом в тону и способный тягать свыше 2000 кг, был убит крупным самцом морского грибнистого крокодила, который затащил жертву в воду и свернул коню шею. Сила его челюстей такова, что он способен за несколько секунд раздробить им череп буйволу или панцирь морской черепахи. Из документально подтвержденных случаев массовых человеческих жертв людей от нападения животных также следует отметить инцидент времен Второй мировой войны, связанный с нападением больших белых акул, которые съели около 800 беспомощных людей. Это произошло после того, как корабли, на которых находилось гражданское население, подверглись бомбардировке и были затоплены. Этой истории можно посвятить целый выпуск, если тебе это нужно, дай знать своим лайком и комментариям, ведь есть еще о ком рассказать. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok